Всем привет, друзья! С вами Amway921 и наверное вы уже в курсе о том, что существует игра по типу PUBG, но только на мобилках. И называется она Rules of Survival. Она действительно оптимизирована для мобилок, она бесплатна, что важно, хотя в ней, как вы видите, можно закастомить своего персонажика, покупая всякие разные там курточки и все остальное, ну как обычно, но сам гейплей доступен любому, платить не нужно. В американском App Store, например, эта игра вообще находится в топе, ну а если вы сами не сможете ее найти, то ссылку размещу в описании, если захотите попробовать. Сейчас, наверное, как вы знаете, в любой игре происходит такое предновогоднее безумие, кругом всякие рождественские напевы, мотивы и здесь то же самое. Тут можно своего персонажика закастомить, надеть на него аж маску оленя с наушниками, штанишки там выбрать такие соответствующие какие-то сумасшедшие чумные. Ну в общем, вроде игра про реализм, но не совсем, как вы видите. Для каждого пола, само собой, еще и лицо есть свое, вон там первое вообще Санта Клаус есть, ну женщиной, жаль, нельзя играть с Санта Клаусом, а мужчиной можно. Ну и прически там, куда без них. Собственно, целиком и полностью напоминает, пусть и стилизованно по-своему, да, но тот же самый PUBG со всеми теми же опциями, что и тут в лобби. Играть поэтому аналогично можно соло, дуо вдвоем или сквадом вчетвером. В игре еще и статка имеется, и судя по тому, что у меня там миллионный номер, в игру довольно много игроков уже играет. Сама игра также начинается на неком таком острове, где собирается 120 аж целых человечков. Это если играть соло в командных режимах по 60, в два раза меньше. Ну для соло игры 120 рыл для, ну не самой большой, хоть и не маленькой карты, это конечно капец. Такая иногда бывает свалка ужас. Самолетики каждый раз, вот сейчас, ну, рождественская пора, стилизованные под всякие там эти Мари Крисмасы и прочее. Ну и тут, как обычно, открываешь там карту, на ней где-то кликнуть, смотришь куда падать, вылетают из самолетика традиционно все одинаково на парашютах. Ну в общем, ну вы понимаете, разницы от PUBG здесь почти нет. По законам жанра, само собой, все приземляются в безоружие и все находим уже на поле боя. На помойках там, в домиках и тому подобное. То есть есть, как и в PUBG здесь, все те же самые виды оружия, пистолеты, пулеметы, пистолеты, всякое ручное оружие, есть дробовики, есть снайперские винтовки и штурмовые винтовки. К ним там обвесов еще пачка, про них поговорим чуть позже. Ну и как бы вот, то есть, что нашел, с тем и бегаешь. Повезло найти сразу хороший ствол и нормас. По крайней мере здесь, кстати, с лутом пожирнее. Почти в каждом доме находится что-нибудь, чем можно стрелять. Нет такого, что тут бежал пол карты, один пистолет в руках, ничего больше. Ну вот сейчас пытаюсь с дробовиком догнать чувака, он по мне пока не стреляет, потому что не видит. Я пытаюсь затестить, как вообще тут дробаш, норм или нет. Это вот дробаш, который как бы с двумя выстрелами, то есть по типу дедгана. Ну и на дистанции что-то он как-то не сыграл. С пистолетиков, например, гораздо проще тут охотиться. Во-первых, тут как такового, ну, разброса отдача нет, да. То есть, ты навел перекрестие на врага и прямо вот тапаешь по нему непрерывно. Все пульки залетают, ну, куда целишься. Можно им в голову попадать там, само собой. И дамажит, согласитесь, неплохо пистолетик. Хотя это вроде как бы глок, тут еще есть вроде бы дигл. Ну, неважно, короче. Вообще, лута в игре навалом. Рюкзаки там с первого по третий уровень, броня, шлемы, то же самое. Обвесов на стволы целая куча. И они еще разные бывают. М4 есть, АКМ там и так далее. Полным-полно оружия. Обвесы сразу, как только ты их подобрал, ставятся автоматически на ствол. Не нужно там вручную перетыкать. Прицелы есть всякие голографы, Х2, Х4, дропбоксы с неба валятся с самолета. В общем, один в один. Ну и цель, само собой, та же самая. Сужается зона раз в какой-то промежуток времени. И тебе нужно в ней быть. Если ты не в ней, то ты умираешь. Ну, сначала не быстро, потом быстрее все. И нужно быть таки в зоне. И остаться в итоге последним. Всех перебив. Или дождаться, пока там последний сам где-нибудь погибнет. Еще у игры есть ПК-версия, которая активируется с вводом QR-кода с мобилки. То есть аккаунты, чтобы были связаны. Здесь есть и туманные карты. Ну, это вообще в целом в игре, это просто тут графин чуть получше. Машинки есть. Они разнообразные. Но что я заметил, шумит она. Просто мое почтение. Ты сел в машинку, поехал и за миллиард километров рассказал о себе. И убить водителя в машинке здесь как-то гораздо проще. Наводишь курсорчик, сразу же чпоки-чпоки и погибаешь. То есть меня вот сливали в машинках только в путь. Она и сама довольно быстро тратится по хпшкам и убивает вообще на раз. Сама по себе игра довольно тяжелая. То есть она без проблем, конечно, пойдет на любом хорошем телефоне. На любом хорошем последнем планшете. На айфонах там вообще в путь. На андроиде тоже имеется. Но для андроида нужен хороший телефон. Такой флагман, что прям хыть. Чтоб тянул. Потому что, ну представьте, 120 человек на карте. Карта не маленькая. Все это как бы подгружается по пути. Вот видите, сначала из таких небольших пятен превращается в текстуры. Хоть это и оптимизировано по телефончику, чтобы не загружать память, чтобы она там работала. Но все равно, особенно в замесах, особенно когда машинка летит, самолет пролетает, кто-нибудь стреляет. Все иногда может подфризивать. Но в целом, для довольно большой и прожорливой игры, она играется более-менее плавно. У меня вот больше всего проблем было, конечно, не с этим. Не с железом там, не с тормозами. А именно с управлением. Потому что, ну блин, ну пальцами по экрану водить, это, конечно, весело. Но когда опыта в этом мало, то ты как прямо, как, не знаю, как индюк какой-то. И получается из рук вон плохо. То есть, если здесь какие-то есть скиловички, которые прямо натаскались, то, да, они хорошо играют. Если есть игроки, которые там играют на эмуляторах всяких, на ПК, например, то тоже здорово. Но вообще не так и просто играть. То есть, в этой игре ты попадаешь уже сразу, без какой-то подготовки, сразу в мясо, знаешь. Нет такого, что вот ты играешь с новичками, вот ты играешь там с мега-котлетами какими-то киберспортивными. Как-то непросто, короче. И нужно, опять же, запасаться терпением. И как и в духе обычного PUBG, играть в начале, выпасть где-нибудь там, где ты успеешь понабирать всякого оружия. Только потом уже идти гулять в поля. Причем, ну, крутя головой, непрерывно, постоянно осматриваясь. Потому что авось, где кто лежит, авось, где кто пришел. Ну, как в обычном PUBG. То есть, здесь нет такого, что ты занял точку, да, дом и сидишь в нем побеждаешь. Нет, нужно бегать. И тут еще также есть три вида аптечек. Есть вот, ну, это сейчас новогодняя тема. Яблоки, это типа бинты. Это такая вот палочка, типа конфетки, это аптечка. И есть еще большая аптечка, она тут в виде аптечки, в конце концов. Как я понимаю, в обычный период, когда не рождественские, эти иконки будут выглядеть по-другому. Ну, в общем, все под руками. То есть, вот на экран смотришь, да, слева-справа стрелять. Большие такие белые кнопки. Большое белое слева. Белый кружочек, в котором ты пальцем мутишь и бегаешь. Справа есть всякие приседалки. Прицел отдельной кнопкой. Ну, и голосовые связи. Да, кстати, в игре можно общаться голосом, как с тиммейтами, так и если ты играешь соло, вообще с другими игроками. Можно текстом что-нибудь печатать. То есть, социальные всякие фичи тут развиты. Ну, и кого? Убил кого-нибудь и его пылесосишь. По классике. Выбираешь пулечки, там все остальное. После каждого убиенного остается вот такой вот красный куб. Он переливается и не исчезает никогда. Его издалека заметно. И ты всегда можешь понять. Так, здесь был замес. А вот здесь сейчас будет. Потому что я кого-то засек. Из X4, с моей винтовки, очередь устрелять довольно удобно. Как такового зажима здесь нет. То есть, не нужно контролировать его. Иначе это было бы просто дико сложно еще и зажимом рулить. Здесь вылетает очередь. И отдачи минимум. Ну, она есть, но ее не так много. То есть, прицел хоть и не имеет как таковой здесь автоаим. То есть, ты навел и все, он взглядит за врагом. Он немножко помогает. Чуть-чуть подслеживает. Если игрок немножко смещается, тебе прицел помогает. Но если он быстро вокруг тебя бегает, за ним прицел не поспевает. Ну, тех вот, что я убил сейчас, и только кажется, что просто вот вроде бы выстрелил. По движущемуся хрен попадешь. Вот, наконец, откуда-то взялся чувак, который меня тоже заметил заранее. И давай бегать, прыгать. Просадил мне все хп. Но потом у него что-то не пошло, и он перестал попадать. И у меня залетело в него. Ну, так вообще опасненько. Ну, и хиляемся. То есть, еще раз, яблоки, это бинты. Конфетка, аптечка. Они вот по времени, как и в PUBG, по тому же времени юзаются. То есть, не быстро и не долго. Ну, и энергетик, который дополняет шкалу. Да, маленькая аптечка, она слечит не до конца. Только большая лечит до конца. Ну, и все. И дальше бегаешь за следующими, следующими и следующими. Здесь какая-то машинка продудела. Чувак на ней приехал. И давай куда-то бежать. И вот здесь самое сложное. То есть, попасть по движущемуся, это невероятно. Но каким-то образом, спустя миллион попыток, залетает. Наконец, и челика ложим. Ну, и здесь начинается шум. Откуда-то возникла целая куча машинок. Они, правда, очень-очень слышны. Они как будто бы, я не знаю, приманка для врага. И не выдерживает особо, как бы, чувак, сидящий в машине много пулик. Особенно, если стрелять прямо в него. Быстро отлетает. Я, причем, еще одну машинку слышу. Здесь какой-то прям паркинг. И чувак, смотри, одного встречает. Я понимаю, что лучше сначала убить того, кто стоит. По нему проще попасть. Ему с автоматической винтовки даю. И того чувака тоже каким-то образом захэдшотил. И может, по 33 он вылетал. То ли в голову попал, то ли он был без брони. Тут еще как-то вот значительно броня влияет. С одних там по 15 вылетает. С других по 30 при прочих равных. Видимо, броня значительно абсорбирует урон. И, ну, это хорошо, да. Третьей брони я так и не нашел. Сколько не бегал. Бегал только максимум во второй. Ну, а под конец катки я такой уж радостный. 8 киллов, 6 осталось живых. Сейчас их всех на раз. И здесь скуды начинают снимать. Вижу, лежит в траве челик. Оказывается, тут мода лежать в траве. Она довольно высокая. Я разряжаю обойму в траву. А там, оказывается, никого нет. Не знаю, к чему не попал. Но, в общем, фиаско, братан, отлетел. В целом, игра один в один похожа на PUBG, только на мобилках. Если вы любите играть в мобилки и любите PUBG, то, само собой, ссылка в описании. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Бурак обнаружен. Цель охватена. Поехали. Продолжение следует...